Всем привет! В этом видео я покажу наши развивающие книжки. Книжки рассчитаны, наверное, на возраст от двух лет. Некоторые книжки от трех, ну, может быть, от четырех. Ну, конечно же, сказки это на все времена подходят. Так, очень здоровская книжка, которую я купила. Это вот такая книжка «Сто окошек». Ребенку она очень понравилась. Наверное, вот суперская книжка, однозначно я ее советую. Называется «Откройка». «Сто окошек, откройка». В этом видео буду показывать и другие, тоже окошки. Ну, вот эту я рекомендую руками и ногами. Книжка очень интересная. Так, вот этот, допустим, разворот рассказывает, что происходит на ферме. Вот окошки. Ребенок с удовольствием открывает. Значит, этот у нас разворот посвящен цветам. А, вот тут уже оторвано у нас колодец. Цвета. Потом, допустим, вот как быть аккуратным. Вот зайчик несет доску. Хоп она. И белочка упала, потому что зайчик был неаккуратен. Вот, допустим, солнышко у нас закрыто за тучкой. Открываем. Солнышко из за тучки вышло. Вот у нас круг и желтый. Очень много что тут есть полезного. Цвета. Вот прямоугольник и зеленый. Ромбик красный. Ну и так далее. Здесь у нас дальше на кухне. Здесь мы учимся считать. Допустим, вот кастрюля 8. В кастрюле 8 луковиц. Эта 3 кастрюли 9 морковок. Потом в духовом шкафу 2 кекса. Ну и так далее. Ищем циферки, открываем шкафы, холодильнички, дверки, корзинки. Ребенок с удовольствием этим занимается. Так, дальше. Все на прогулку. Что можно делать на улице, да? Допустим, быстрый, медленный, толстый поросенок, тонкий, худой поросенок, большой тигр, маленькая мышка. Тут мы уже противоположности изучаем. Вот, допустим, зайка сухой, а теперь мокрый зайка, упал в пруд. Ну и так далее. Потом ура, пикник. Этот разворот учит, как нельзя вести себя за столом. То есть вот тут у нас что делает белочка. Соломинка нужна для того, чтобы пить, а не для того, чтобы делать пузыри. Да? Потом, допустим, вот носорог качается на стуле. Открываем. Оп, она. Носорог у нас упал, потому что на стуле качаться нельзя. Ну и такие вот подобные ситуации, которые рассказывают ребенку, что же делать нельзя за столом. Так, следующий разворот на улицах города. Как мы идем в магазин, что надо строиться в очередь, а не быть толпой. Как переходить улицу, нельзя парковаться на земле. Все это есть. Так, тут в супермаркете. Где что берем, куда проходим, где касса, куда денежки подаем, где берем продукты. Тут у нас на детской площадке смеемся, плачем, играем. Вот, допустим, закрывать, открывать. Тут уже изучаем глаголы кататься, входить, выходить и тому подобное. Так, времена года изучаем. Тут уже очень много окошечек. Весна. Пришла весна. И что тут у нас, чем можно весной заниматься? Книжка очень яркая, очень красочная. Она доставляет удовольствие в прочтении ребенку и взрослому. Месяцы года. Тоже не изучаем месяцы. Не недели изучаем. И последнее. День поросенка. То есть поросенок как встает и потом как ложится спать. Вот иду. Так, разворотов не очень много, но зато книжка очень информативная. Вот эта книжка нам очень понравилась. Вот нам понравились 100 окошек, поэтому я решила напокупать еще кучу всяких 100 окошек. Купила на ферме. Но, если честно, вот на ферме немножко не зашла. Может быть интерес уже пропал к этим окошкам у нас. Но все равно книжка тоже интересная. Здесь мы уже тоже изучаем животных. Где что происходит. Вот тут у нас конюшня. Какая работа кипит на конюшне. Кто что делает. Здесь у нас молоко. Коровник. Ну, тоже очень интересная книжка. Это у нас что растет на огороде. Посмотрите, очень ярко. Как раз для ребенка. В лесу. Ну, после вот этой книжки, эта книжка как-то немножко поблекла. Следующая книжка 100 окошек в лесу. Тоже вам ее покажу. Вот в лесу деревья, водопады, тропинки. Вот все окошки, все можно открывать. Что там в палатке происходит. Что там в дупле. Кто там спрятался и орешки грызет. Что там, вот смотрите, в речке рыба плавает. Это у нас зима в лесу. Тоже вот много окошечек. Лето в лесу. Правила поведения в лесу. Очень важно. Ночь в лесу. Книжка очень хорошая. Так, что же еще я купила. Это книжка Мир животных. Интересно. Возраст от трех с плюсом. Мы тут повырезали уже. То есть смотрите, берете, вырезаете. И вот тут делаете надрезы. И шевелите. И Мишка получается у вас лапками шевелит. Зайчик. Ну и подобные картинки. Думаю, ребенку должно понравиться. Моему понравилось. Ребенку. Ну потом же, опять же, лучшие сказки и стихи. Корней Чуковский. Куда же без этого. Всегда читаем на ночь. Да и не только на ночь. Потом вот такое баловство для ребенка. Это кружочки. Мы уже поклеили кружочки. Вот еще остались. Кружочки разными цветами представлены. И здесь можно клеить кружочки. Это у нас якобы ягодки на торте. Это у нас зонтик. Надо синие кружочки наклеить. На шарфик желтые кружочки клеить. И так далее. Это тоже вишенки на торте. Красные кружочки. Очень интересная книга. Ребенок у меня очень любит клеить. Потом покажу тоже хорошую книжку. Как слепить любого подводного жителя. Возраст, не знаю, нам сейчас трех нет. Ну понятно, у меня сам ребенок таких рыб и крабов не слепит. Но с моей помощью мы вместе лепим. Она помогает. Вообще все у нас. А вот, даже 12 плюсом получается. То есть, если ребенок сам лепит, то да. Но лепка полезна в любом возрасте. И мы с ней лепим всегда. Благодаря этой книге она знает, что вот эта рыба клоун. Это акула. Все показывает, все знает. Вот кит. Тоже кит знает. Благодаря этой книге, теперь любимой рыбой у нее стала акула. То есть, везде я акула, я акула. Все ходит, радуется. Все пошагово, все есть, как лепить. Вот рыба клоун. Теперь, кто покажет эту рыбу, всегда скажет, что это рыба клоун. Рыба попугай. И вот есть много рыб. И лепятся легко. То есть, если вы занимаетесь творчеством вместе с ребенком вдвоем, то, конечно же, приобретайте подобную книжку. Купила еще наподобие книжку уже другого автора. Тоже, как лепить рыб. Но, если честно, эта книжка посложнее. То есть, у нас терпения не хватает. Тут-то хотя бы я что-нибудь леплю. Животные очень быстро лепятся. И то есть, у ребенка интерес еще не пропадает, пока я леплю. А тут хотя бы рыбку слеплю. У меня ребенок схватит ее и уже побежит. А здесь немножко животное у нас посложнее. И вот до нее, как-то до этой книжки, вот никак не можем дойти. Я только начинаю лепить. А ребенок сразу у меня все ломает, убегает. Ну, вот уже посложнее. Допустим, скат. Морские звезды. Но очень красивые должны получаться животные. Морская звезда. Этой книжкой, наверное, займемся. Ну, может, через полгодика, через годик. Так, ну, а так все-таки рада, что такую книжку купила. Так, итак, первая часть видео с книгами для ребенка у меня подошла к концу. Вы тоже, хочу вас попросить, ссылочки покидайте под видео. Какие книжки покупаете вы ребенку в таком возрасте? Тоже посмотрю, почитаю. Может быть, нам тоже все это пригодится. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok